На первый взгляд обычный детский утренник, энергичная музыка и актеры-аниматоры, девочки и мальчики, которые радуются летним каникулам. Я пришел, чтобы повеселиться с друзьями и играть. Но всех этих детей объединяет одно – их отцы – участники специальной военной операции. Были приглашены здесь дети, тех участников СВО, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, также дети погибших, участников специальной военной операции. Это мероприятие направлено для того, чтобы те, которые отцы находятся там, понимали и знали, что о их семье здесь думают, не забывают. Не забывать помогает и выставка «Дети героев России», которую разместили на празднике. На фотографиях семьи бойцов спецоперации с портретом или формой своего защитника. Мой муж был участником СВО, к сожалению, он погиб, не вернулся домой живым. И вот родилась такая идея вот этого праздника, этого проекта, чтобы наши детки могли почувствовать себя беззаботными, защищенными, счастливыми. Праздник для детей – это возможность отдохнуть и найти новые знакомства, при этом не оставаясь в стороне от судьбоносных для нашей страны событий. Для детей, я считаю, тоже очень важны, потому что ребенок, я считаю, должен помнить своего отца, должен знать, должен знать, ради чего отец воевал, ради чего он погиб. Что эту память нужно пронести, как в Великой Отечественной войне, да, мы помним, мы знаем, мы не забываем. Пожалуй, каждый защитник Отечества хотел бы, чтобы его дети не грустили, а продолжали жить и радоваться. Поэтому мероприятие в Александровском округе носит исключительно позитивный характер. Что больше всего понравилось? Наверное, то, что так все организовали, движение первых тоже задействовали, это очень интересно, мне нравится. Нужно такие вообще праздники проводить? Я считаю, что да. Я очень положительно отношусь к этому празднику, потому что, мне кажется, он сплочает всех ребят, всех, которые тут играют. Это очень хороший интерактив, так как познакомиться и с маленькими ребятками, так и со старшими. Впрочем, это хорошая возможность найти новых друзей. Дети поучаствовали в интерактивных конкурсах, станцевали с ростовыми куклами, поиграли с аниматорами и просто хорошо провели время. Илья Белозеров и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.